Всем привет дорогие друзья! Сегодня у меня к вам видео ответ на ваши просьбы. Сегодня будем делать разные и очень вкусные сосиски в тесте. Будем делать их как всегда на моем самом любимом и вкусном дрожжевом тесте, которое получается у всех и получается очень пышным и воздушным. В этот раз немножечко уменьшим количество дрожжей. Давайте приступать, все очень просто как всегда. Для начала в большую емкость всыпаю сахар и буду крошить туда свежие дрожжи. Если вы используете сухие дрожжи, то просто их разводите в теплом молоке с сахаром. Я дрожжи перетираю вместе с сахаром и через несколько секунд буквально дрожжи становятся вот такими вот жидкими. Именно благодаря этому процессу наши дрожжи очень быстро получают углеводы, активируются и начинают быстрее работать. Поэтому этот процесс очень важен. Добавляю сюда слегка теплое молоко. Пробуем пальчиком, чтобы оно было слегка-слегка теплым. Температура где-то 36-40 градусов. Это выше крыши. Добавляю сразу же сюда желтки и просеиваю муку. Муку обязательно просеиваем для того, чтобы насытить ее кислородом и не было никаких комочков. Сверху уже на муку добавляю растительное масло. Вы можете использовать смесь сливочного и растительного. И посыпаю солью. В принципе, это тесто можно замесить и в какой-либо хлебопечке, если у вас имеется. Если нет, просто вначале замешиваем ложкой, пока это возможно. Затем выкладываем тесто на стол и продолжаем замес на столе. Если тесто слегка еще пристает к столу, просто смазывайте растительным маслом стол и руки. И замешиваем довольно эластичное, мягкое тесто. Оно не должно быть у вас твердым. Оно вот такое вот мягенькое. И очень желтенькое, красивое. В ту же посудину, где мы делали изначальный замес, чтобы не вымазывать лишнюю, смазываем растительным маслом. Макаем верхушечкой тесто в масло. И накрываем сверху пищевой пленкой. Накрываем полотенцем. И ставим теплое место на подход. Это тесто будет подходить у нас практически полтора часа. Оно должно увеличиться у вас в 4-5 раз. Посмотрите, какое оно воздушное получилось. Берем и приступаем к работе. Катаем небольшую тоненькую колбаску. И режем сосиску на несколько частей. Сейчас покажу, какие вот такие вот маленькие столбики должны получиться. И делаем вот такие вот восьмерочки. Наблюдайте за руками, все очень просто. Обычные сосиски в тесте уже всем надоели. Поэтому хотим чего-то интересного. Делаем вот такую вот восьмерочку. Защипываем хорошенечко край. И вот так вот оставляем на противень. Можно скрутить колечко, можно оставить ровно. Делаю таких 4 штучки из этого теста. Следующий вариант, это я буду делать такие небольшие конвертики. Для этого теста раскатала толщиной не более полу сантиметра. И режу на небольшие квадраты, где-то 4-5 сантиметров. Раскладываю сосиску, которую я разрезала на три части. И вот такими вот уголочками сворачиваю, нанизываю на шпажку. По три штучки достаточно, шпажка не должна быть очень длинной. Если нужно, шпажку поделите на две штучки. Отправляем дальше подходить на противень вместе с нашими восьмерочками. Пускай оно у нас подойдет где-то минут 15-20 перед выпечкой. Еще один вариант сворачивания. Раскатываем вот такую вот колбаску. С одной стороны колбаска должна быть уже, с другой стороны толще. И раскатываем ее. Она должна получиться у вас довольно длинной. Все комочки теста, которые я использую на одну сосиску, они размером где-то примерно с куриное яйцо должны у вас. Для того, чтобы один край получился толще, вы видите, катаю вот так вот в ширину уже здесь. Если нужно, где-то растягиваю, потому что дрожжевое тесто немножечко стягивается. Беру сосиску и начинаю заворачивать, как обычно мы это делаем. Просто, чтобы красивенько у нас получилось где-то с три заворота. Вот так вот. Это очень красиво. Теперь нам понадобится слегка подбитое яйцо и панировочные сухари. Макаем сосиску в яйцо сначала. Не макаем только низ, чтобы не пригорало. И затем обмакиваем в панировочные сухари. Такая сосиска получается очень красивая. Сухари хорошо пристают и не осыпаются. Можно использовать также кунжут, если хотите, но его тогда получается слишком много. А вот с сухарями эти сосиски очень такие нарядные и красивые получаются. Мне этот вариант понравился больше всех. И еще мы будем делать с вами один вариант. Это такой вариант, как хот-дог, я бы сказала. Раскатала тоже пласт, тоже где-то полсантиметра толщиной. По бокам кладу небольшой кусочек сыра. Вы видите, подворачиваю краешек. Защипываю, чтобы сыр потом не выбегал. По серединке у нас будет сосиска, поэтому до середины мы катаем сырок. Можно использовать не сырок, можно туда, допустим, какой-то сливочный сыр положить. Можно туда просто майонез с кетчупом, допустим. И точно так же это свернуть, чтобы просто сочные у нас бортики получились. И затем эту лодочку мы защипываем, внутри у нас сосисочка. Сверху мы потом можем яйцом смазать и тоже посыпать чем-нибудь. Также на сдачу у меня получилось несколько пирожков с капустой из остатков теста. У меня слетел кусочек видео, но вы видите, что я еще сверху кетчупом и майонезом прошлась по подшедшему уже тесту и присыпала сыром. Отправляю в духовку. Температура 180 градусов до красивого золотистого цвета. Получаются очень вкусные и золотистые сосиски в тесте и пирожки. Из этого теста я очень люблю готовить любую разную соленую выпечку. Это очень вкусное тесто. Получается очень воздушным и очень легким. Обязательно попробуйте. Я думаю, у вас 100% все получится. И напишите, конечно же, в комментариях, что вышло именно у вас и какой вариант вам нравится больше всего. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.